Студия «Диафильм» представляет Англия в XI-XV веках. Диафильм по истории для 7 класса. К сведению учителя. Рекомендуем использовать данный диафильм на уроках целиком или по частям, как при изучении нового материала, тема третья. Образование централизованных государств в Западной Европе, так и для его повторения или сравнения с аналогичным периодом развития других стран. Зрительный ряд представлен по преимуществу подлинными изображениями той эпохи реконструкциями, выполненными на основании археологических и письменных источников. Заселенная испокон веков Бритами, Англия, Британия с V века стала новой родиной для англосаксонских племен, пришедших с континента. В основном это были свободные крестьяне, общинники. На изображении реконструкция. Крестьянское жилище. Из их массы в результате социального расслоения выделилась родовая знать, крупные землевладельцы, чувствовавшие себя вольготно в своих владениях. На рисунке реконструкция. Пир в доме знатного англосакса. В городах и селениях трудились мастера-ремесленники. Они постигали секреты оружейного, кожевиного, ювелирного мастерства, нехитрыми инструментами изготовляли великолепные произведения искусства. Бывшие до IX века независимыми англосаксонские королевства затем объединились в довольно непрочное государство. Последний король англосаксонской династии Эдуард Исповедник умер в 1066 году. Пышные его похороны положили начало трагическим событиям в жизни народа. Фрагмент ковра из Байо. Похороны Эдуарда. Ковер из Байо – шедевр средневекового искусства. Выполненный между 1066-1077 годами, он был передан епископу города Байо в Северной Франции, где хранится до сих пор. На расшитом цветными нитями панно последовательно изображены события, связанные с нормандским вторжением, о котором сейчас и пойдет речь. Условность фигур и их плоскостность характерны для искусства того времени. Правители северных княжеств подняли мятеж против нового короля Гарольда, брата жены умершего Эдуарда. Другим претендентом на престол был герцог Нормандии Вильгельм. Он воспользовался отъездом Гарольда на борьбу с мятежниками, чтобы начать завоевание Англии. Фрагмент ковра из Байо. Герцог Нормандии Вильгельм. Вильгельм построил корабли, собрал большое войско, около 5000 конных рыцарей и лучников-пехотинцев из разных областей Франции. Фрагмент ковра из Байо. Снаряжение судов. В конце сентября 1066 года он переправился через пролив, отделяющий Францию от Англии, и высадился на юге страны. Фрагмент ковра из Байо. Нормандские суда у берегов Англии. Завоеватели прошли по южным районам Англии огнем и мечом, грабя население, захватывая богатую добычу. С севера им навстречу двинулся Гарольд со своей дружиной. Нормандцы готовились к сражению. Фрагмент ковра из Байо. Выезд нормандского войска в день сражения. Английский король, не дожидаясь, пока подойдет все ополчение, решил дать бой, хотя его войско устало от долгого перехода. По данному рисунку определите, чье войско было сильнее и почему. На рисунке сверху войско Гарольда. В составе ополчения и дружина. Снизу войско Вильгельма. В составе лучники, копейщики, всадники. Разгром англосаксов был предрешен. Вильгельм на голову разбил их в битве при Гастингсе. В сражении погиб и Гарольд. Фрагмент ковра из Байо. Битва при Гастингсе, 14 октября 1066 года. Оба войска представляли собой как бы две ступени в развитии военного искусства. Простые англосаксы были в основном вооружены дубинами и боевыми топорами. Дружинники и знать – мечами, топорами, щитами. Лучников в английском войске не было. Ему противостояла хорошо обученная, тяжело вооруженная рыцарская конница нормандцев и отряды пехотинцев с лучниками. Англосаксы бежали с поля боя. 1066 год стал началом эпохи нормандского господства в Англии. Вильгельм был провозглашен английским королем. Фрагмент ковра из Байо. Бегство англосаксов с поля боя у Гастингса. Нормандцы захватывали земли, подчиняли себе крестьян. Вильгельм раздавал владения своим баронам и рыцарям, требуя от них полного повиновения, заставлял присягать ему на верность. В первую очередь король хотел знать, какие у кого оказались владения, с кого какую службу можно потребовать, какие взимать поборы. Он разослал в 1085 году по стране своих баронов с помощниками, чтобы они переписали всю Англию. Описи затем свели в одну книгу, названную книгой Страшного суда, поскольку те, кого переписывали, обязывались говорить чистую правду, как на судном дне. Это была первая перепись в истории Средневековой Европы. На изображении. Рукописи книги Страшного суда и ларь, где они хранились. Суд феодала. Нормандское поместье. Под цифрами обозначено. 1. Хозяйский двор. 2. Церковь. 3. Общее пастбище, лук. 4. Господская мельница. 5. Поле, засеянное пшеницей. 6. Поле, засеянное овсом. 7. Поле под паром. 8. Лес. От своих баронов не отставал и король. Среди его замков был знаменитый Тауэр в Лондоне, одновременно и королевский замок, и королевская тюрьма, и арсенал. 9. Борьба короля с крупными феодалами шла с переменным успехом. Верх одерживали то они, то король. В результате, в 1265 году был созван первый в истории Англии парламент, где заседали представители церкви, знати и горожан. 10. Средневековая миниатюра. 10. Заседание парламента. 11. Слева и внизу духовенство, справа знать, в центре несколько горожан. 11. Любая власть, короля или других феодалов, была тяжела для простых людей. 12. Лорды захватили часть общинных угодий. 13. Действовал принцип. Нет земли без владельца, а человека без господина. 14. Страх перед судом, тюрьмой, виселицей, заставлял крестьян прятать гнев и обиду. 15. Однако в душе народа жила надежда на лучшие времена, на заступничество доброго и благородного человека, непобедимого в борьбе со злом. 15. Так родилась легенда Робин Гудя, чем девизом были слова. 16. Пускай все золото идет на пользу беднякам. 16. Под этим дубом, в Шервудском лесу, возможно, отдыхали Робин Гуд и его сподвижники, крестьяне, бежавшие в лес от гнета феодалов. 16. Их называли вольными стрелками. 17. Одновременно со светскими феодалами богатела церковь. 18. Ее владения не дробились между наследниками. 18. Ее могущество подчеркивали великолепные соборы, поднявшие свои шпили к небесам. 18. На фото. Собор в Солсбери, 1220-1258 год. 18. Среди духовенства не было равенства. 18. Одни слуги Божьи и пастыри душ человеческих привыкли к роскоши. 18. На фото. Интерьер церковного здания в Кембридже. 19. Другие, также носившие церковное одеяние, бедные священники и странствующие проповедники выступали в защиту бедняков, чье происхождение, по их мнению, не менее почетно, чем их господ. 19. Когда Адам пахал, а Ева прела, кто тогда был дворянином? На эту тему читал проповеди знаменитый Джон Болл. 19. Хотя крестьян начали отпускать на волю еще в 13 веке, они изнемогали под тяжестью налогов и поборов, которые все увеличивались, как из-за возрастающих потребностей господ, так и из-за затянувшейся Столетней войны с Францией. 20. На фотографиях. Известниковая скульптура крестьянина из церкви в Келпеке. Английский пахарь с плугом, макет. 20. Законы запрещали крестьянам охотиться в королевских лесах, лишали их этого важного источника пропитания. Фикенхемский лес, один из охотничьих заповедников короля. 21. В 1349 году Англию поразила черная смерть, эпидемия чумы. Скончался каждый третий, но феодалы и слышать не хотели о том, чтобы поступиться хотя бы частью доходов. 21. Средневековая миниатюра. Массовое захоронение жертв чумы. 22. Бедняки бросали свои разоренные дома и хозяйства, становились бродягами. Скитающихся преследовали и карали беспощады. 23. В стране начался голод и беспорядки. Введение новых налогов подтолкнуло крестьян к массовому выступлению 1381 год. 24. Восставшие надеялись, что молодой король Ричард II поддержит их и накажет злодеев господ. 25. Во главе с Джоном Боллом, на рисунке, иотом Тайлером, крестьянские отряды направились в Лондон. 25. Миниатюра 15 века. 26. Завладев столицей и расправившись с самыми ненавистными сеньорами, они добились встречи с королем. 27. Но тут лорд, мэр Лондона, смертельно ранил Уотта Тайлера. Королю удалось успокоить народ обещаниями и убедить разойтись по домам. 28. Средневековая миниатюра. Убийство Уотта Тайлера, слева, и обращение Ричарда II к восставшим. 29. Посланные вдогонку рыцарские отряды чинили суд и расправу. 30. Повсюду в мятежных графствах выросли виселицы и плахи. 30. В некоторых местах власти не разрешали целый год снимать и хоронить останки казненных. 31. Однако, опасаясь нового взрыва народного гнева, знать вынуждена была пойти на некоторые уступки, облегчившие жизнь крестьян, были снижены налоги, смягчены свирепые королевские законы и судопроизводство. 31. Придя в себя после крестьянского восстания, феодалы опять стали воевать между собой. 31. Развязывание междоусобиц способствовало поражение в Столетней войне, окончено в 1453 году, которое лишило дворян части доходов и военной добычи. 31. Борьба за трон между двумя феодальными группировками. 32. Ланкастеров, в гербе «Алая роза» и Йорков, «Белая», получило название войны «Алой и Белой розы». 33. Ожесточения ее еще не было в истории Англии. 33. Убивали не только в бою, но и из-за угла. 34. Знатные семьи надо было лишить надежды на престол, уничтожить наследников замков и земель. 34. Средневековая миниатюра. Битва в Тьюксбюри, 1471 год. 34. Король Эдуард IV Йоркский, в конце концов, сместил занявшую трон Ланкастерскую династию, 1461 год. 35. А после его смерти, власть захватил брат короля, Ричард III, по преданию, убивший детей Эдуарда, прямых наследников престола. 35. В войне «Алой и Белой розы» была почти полностью истреблена старая феодальная знать. 36. Погибли и обе династии. 36. Ричард III нашел свою смерть спустя два года после коронации в битве при Басуорте, 1485 год. 36. Его войско было разбито дальним родственником Ланкастеров Генрихом Тюдором. 36. Международные войска. 37. Междуусобная война не остановила развитие страны. 37. Мастера создавали прекрасные изделия, ученые бились над тайнами окружающего мира, 37. Писатели сочиняли захватывающие книги, крестьяне пахали землю более усовершенствованными орудиями. 37. На изображениях. 38. Кентерберийский собор, XII-XV век. Пахота усовершенствованным плугом. 39. Первая в Англии печатная книга, изданная Кэкстоном в 1477 году. 39. Однако феодалы еще представляли собой большую силу. 39. Должно было пройти почти 200 лет, прежде чем в стране победила буржуазная революция. 40. На изображении. 40. Укрепленное жилище феодала в Стоуксой. 41. Конец. Диафильм создан по программе Средней общеобразовательной школы, автор Безрогов. 42. Консультант, кандидат исторических наук, Писарев. 43. Художник-оформитель, Носкова. Редактор, Чернина. 44. Студия Диафильм, Госкино СССР, 1990 год. 44. Озвучено платным голосовым движком. 45. Алена. Для канала Маркс. Был прав.